Hi everyone! С вами Ева Лорман и в этом видео я вам показываю интересную стрижку на средние волосы. Let's go, друзья! Вот моя модель, у которой база ровная каре. Эта стрижка есть на канале, можете перейти по ссылке сверху. И сегодня я на ней покажу стрижку каре на удлинение на средние волосы в технике big step. Step 1. Помыли голову, разделили волосы вертикальным пробором, который делит голову на две части, правая и левая. Он проходит от центра лба до низа шеи. Спереди у клиента длина, на которую я буду ориентироваться. Это самые длинные пряди. Первая и вторая опорная точка и длина их от 29 до 31 сантиметра. Это естественно примерные показатели и у вас они могут немного отличаться. Для контроля я сразу соединила первую и вторую точку и подстригла их на одном уровне. Затем возвращаю их на свои стороны. Step 2. Затылочную зону делю на две части вертикальным пробором, который проходит от центра лба через наивысшую точку головы до центра низа шеи. И расческой с частыми зубьями расчесываю все волосы правой стороны себе в руку. Все зависит конечно от густоты волос. Если волос очень густой, то эта процедура будет немного дольше. Если редкий или средний, то в принципе это сделать не сложно. Затем на руку вычесываю всю прядь этих волос и нахожу опорные точки. Первая опорная точка нам известна и я ее уже подстригла, а третья опорная точка это прядь в вертикальном проборе, длина которой 6-7 сантиметров от краевой линии роста волос. И дальше все просто, я соединяю эти две опорные точки. Оттяжка естественно должна быть нулевая, рука сначала была зафиксирована на спине клиента. Для удобства уже когда зафиксирована прядь в руке, можно поднять руку, чтобы было проще и удобнее подстричь. Step 3. В вертикальном проборе очесываю две пряди справа и слева от пробора шириной примерно по одному сантиметру. Можно немного шире. Это у нас опорная точка номер 3 и я ее продолжаю в левую сторону, то есть левую сторону стригу на уровне опорной точки номер 3 с правой стороны. Step 4. Затем волосы с левой стороны очесываю себе в руку расческой с частыми зубьями, а затем соединяю опорные точки номер 3 и номер 2. По моей технике Big Step я никогда не начинаю стричь, пока не создам две опорные точки, на которые я должна ориентироваться. Это самая точная, мне кажется, техника не только стрижек, как минимум просто понятие любого ориентира. Ориентир должен быть обязательно точка А идет в точку Б и только тогда можно сказать, что это будет точный путь. Мое твердое убеждение, что все стрижки надо сначала точно подстричь, а затем можно рвать модно. Фраза не моя, это мне написали в комментариях мои подписчики и мне очень понравилось, так как смысл моих убеждений передает на ура. Step 5. Надо доработать линию окантовки каре. Это несложно сделать, надо попросить клиента опустить голову вниз и расческой с частыми зубьями вычесывать волосы, ориентируясь на линию среза. На длинной расческе это очень удобно делать и все волосы, которые выходят за линию среза надо обязательно подстричь. Это нижние слои волос, которые всегда будут торчать, пока их не доработаешь. Затем подсказываю вам еще как можно сделать контроль. Теперь надо попросить клиента голову поднять и затылок опустить вниз. В таком положении очень хорошо видны все неровности в линии окантовки и их естественно нужно доработать. Окантовка должна быть практически параллельно горизонту, но только именно в таком положении. Если клиент примет обычное положение, то передние пряди удлиняться спереди. Я думаю теперь вам понятно, почему я работаю длинными расческами, потому что это реально очень удобно. Просто я представляю, как у некоторых складывается впечатление, что я работаю какими-то гигантскими инструментами. У меня большие длинные ножницы и такая же огромная расческа, потому что это очень удобно. Обратите внимание, что я ей работаю не зажимая пряди между своими пальцами, потому что на расческе мне удобнее и гораздо проще подстричь неровности. Эта расческа комбинированная, с одной стороны редкие зубья, с другой стороны частые. Если вы будете внимательны, вы увидите, что я работаю одной-второй стороной постоянно. Step 6. Работаю в височно-боковой зоне, отделяю прядь высотой над ухом 10 сантиметров. У этой расчески еще одно достоинство, на ней нанесена разметка, поэтому я вам все указываю, исходя из этих данных. Затем эту прядь делю на 4 части, примерно по сантиметру, слишком широкие брать не рекомендуется, а вот поуже прям даже и лучше. И делаю филировку снизу высотой 3 сантиметра филировочными ножницами, по диагонали. Беру следующую прядь, также делаю филировку на высоту 3 сантиметра, ножницы желательно держать диагонально. Следующая прядь приподнялась и высота у нее около 4 сантиметров. И последняя прядь в этой зоне филировка на высоту 4-5 сантиметров. Степ 7. Отделяю правую сторону от вертикального пробора, отделяю прядь на высоту 6-7 сантиметров от краевой линии роста волос. Это зона А в технике биг степ. И также филирую филировочными ножницами на высоту 3-4 сантиметра. Таким образом я убираю массив волос в нижней затылочной зоне. Затем отделяю зону, которую я филировать не буду. В технике биг степ эта зона называется зона С, которая находится вот в этом месте. В технике биг степ я затылочную зону разделила не на две равные части верхняя и нижняя затылочная зона, а на три равные части ABC. И в моих стрижках этот момент играет очень большую роль. И зону С я не филирую. Она у нас находится на 5-6 сантиметров выше над ухом. А работаю с зоной Б. Также отчесываю прядь себе на руку, делю ее на 4 части. В вашем случае это может и 5 и 6 частей. Все зависит от густоты волос и филирую на высоту 5 сантиметров. Следующую прядь филирую на высоту также 5 сантиметров. Следующую прядь филирую на высоту 6 сантиметров. И последнюю прядь филирую на высоту 6 сантиметров. Степ 8. С левой стороны делаю то же самое. Почему я разложила все до такой степени по шагам, филируя эти волосы? Потому что филировка не должна быть бездумной. Филировка это тоже способ стрижки и он является не основным, он является дополнительным, но в некоторых случаях именно филировкой можно добиться нужной формы, как например в этой стрижке. Именно филировкой волос я добиваюсь той формы, которая мне нужна, поэтому филировке надо уделять особое значение в таких стрижках. Я нижний слой волос профилировала, средний слой не трогала эта зона С. Почему? Потому что мне нужна масса волос. Если бы я профилировала полностью насквозь все волосы, то я бы увидела очень сильные погрешности и разрывы, которые в коре не приветствуются. Если мы хотим сохранить целостность стрижки, как правило, эту целостность сохраняет зона С. Она отвечает за массив. Зону А мы можем профилировать, чтобы волосы зоны С могли просто и легко подкручиваться феном. Это такая моя фишечка, которую я за эти годы поставила буквально на первый уровень в филировке. Потому что я когда-то давно поняла, что филировать волосы в стрижках во всех зонах нужно по-разному. Но очень важный момент, такую филировку на жестких стекловидных волосах делать нельзя, иначе волос будет торчать в разные стороны. А чтобы понять делать или не делать, вдруг вы не можете определить тип волос, попробуйте сделать прям в вертикальном проборе одну тест прядь для себя. Если волос не торчит в разные стороны, попробуйте вторую. Если и вторая не торчит, значит можно третью и четвертую, и продолжайте в том же духе. Именно так я всегда и поступаю. Степ девять. Понимаете, да, что я сейчас буду делать? Я сейчас начну филировать волосы с левой стороны. Опять отделяю прядь на высоту 10 сантиметров от уха. Отмеряю эту зону расческой. Нет такой расчески, берите линейку. Я 10 лет линейкой пользовалась, пока не нашла такие расчески и думаю надо же, это ж какая сила мысли. Я всегда мечтала о таких расческах и это совершенно не реклама, это просто мое удивление. Ну в общем вы видите, как легко и просто работать с этой расческой. Отмеряем длину 4-5 сантиметров и стараться держать ножницы диагонально филируем эту часть пряди. Обзор этих расчесок я сделаю обязательно в ближайших роликах. Далее делим прядь еще на две части, отмеряем 4 сантиметра и филируем эту прядь на высоту 4 сантиметра. Следующую прядь филируем на высоту 3 сантиметра. А вот она схема филировки, по которой я работала и мы видим, что волосы удлиняются и приподнимаются на макушке благодаря именно филировке. То есть своеобразную градуировку я сделала филировкой, но это только в этой стрижке. Далее сушим волосы. Я сушу волосы всегда так. Отделяю зону А и С и сушу просто горячим воздухом без насадки до полусухого состояния, потому что влажные волосы нет никакого смысла расчесывать и растягивать. Лучше всего укладываются волосы, если мы их подсушим. Вообще есть такое правило, что мокрые волосы особо расчесывать и нежелательно. Надо обязательно дать возможность им высохнуть, либо естественным путем, либо помочь феном, но перед этим или в процессе этой сушки не расчесывать. Это сохранит здоровье волос. Затем сушу зону В в противоположном направлении роста волос. Это действие придает объем. Затем подкручиваю волосы расческой, брашингом. Брашинг в данном случае я использую комбинированный с натуральной щетиной и пластиковыми направляющими на деревянной основе. Это тоже одна из самых моих любимых расчесок, которая придает волосам блеск и ухоженный вид, а также способна подкрутить волосы без фанатизма, конечно, потому как у нее другое назначение. Далее расческой бамбаж придаем дополнительный объем и вот какую стрижку мы получили. Эта стрижка называется каре на удлинение на средние волосы без градуировки с зональной филировкой. Очень длинное название. В общем, это целостная каре с приподнятой затылочной частью, без фанатизма приподнятой. Прошу не путать боб каре, а именно каре на среднюю длину. После этого мне захотелось сделать прикорневой объем и показать вам, что же у нас вышло. И я еще хотела сказать, что я затонировала волосы 9ав, это пепельно-фиолетовым цветом, матриксом на трехпроцентном оксиде, поэтому изменился цвет волос. Сделала прикорневой объем гофре, которая очень часто используется для создания прикорневого объема. Но, честно сказать, я его рекомендую делать в крайних случаях, когда очень надо блеснуть красотой. Вот что у нас получилось. Эта стрижка с прикорневым объемом. Видим, что она немного отличается от предыдущего варианта, но это как раз тот случай, когда надо блеснуть красотой. Клиент мой счастлив, доволен, все прекрасно, можно даже попозировать, войти в образ. Видите, как стрижка сразу меняет поведение человека. Кто до этого ты был? Ах, желтая майка на голове черти что. А тут сразу и одеться хочется, и губки накрасить, и пофоткаться, и потанцевать. Это классно. Конечно, надо меняться, надо стараться и себя развлекать, и окружающих, и создавать самому себе праздник. Тогда и солнце будет ярче, и трава зеленее. Ну вот, видите, как все просто. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...